Это предок суперканалов. Панамский канал. Он сто лет помогал кораблям разных стран мира сокращать путь. Сейчас это чудо 19 века старается соответствовать требованиям века 21. Сегодня по морям ходит больше кораблей, чем когда-либо. Если пропускной способности канала для них будет недостаточно, они уйдут в другое место. В жизни этого суперканала наступил решающий момент. Его конкурентная способность будет поддерживать целая армия людей и машин. Суперсооружение. Панамский канал. Корабли размером с небоскреб перевозят гигантские грузы, выполняя плотные графики. Они заполняют один из самых оживленных в мире водных путей. Панамский канал. Ежегодно почти 200 миллионов тонн грузов от продуктов питания до электроники и топлива переправляют по этой узкой водной артерии. Пересекая Центральную Америку, канал соединяет Атлантические и Тихие океаны. Вместо четырехнедельного перехода вокруг Южной Америки, суда проходят по каналу за 10 часов. Но это не все. Это инженерное чудо делает нечто невероятное. Переносит корабли над горной грядой, подняв их над ней на 25 метров. Это важнейшая водная магистраль, созданная человеком. Она оснащена хитроумной системой шлюзов и могучими машинами. Она протянулась на 80 километров и переправляет корабли высотой почти с восьмиэтажный дом через всю страну. Три узких парных шлюза поднимают и опускают корабли с каждой стороны. Между шлюзами пролегли озеро Гатун и змеевидная Кулебрская выемка. Но канал не просто кратчайший путь. Это еще и бизнес. А эти корабли — клиенты, которые платят до четверти миллиона долларов за один день транзита. Но перед старым столетним каналом встала сложнейшая задача — соответствовать современным требованиям. Количество ежегодно проходящих по нему судов возросло с одной тысячи в 1914 году до 14 тысяч в наши дни. Задержки и заторы — явление нередкое, поэтому многие корабли пользуются услугами его конкурента — Суэцкого канала в Египте. Более широкий и глубокий водный путь способен пропускать больше крупных кораблей. Если Панама хочет на равных соперничать с конкурентами, пропускная способность канала должна увеличиться. Два громадных корабля уже спешат к нему с противоположных направлений. Они дадут полную нагрузку оборудованию канала. Контейнеровоз «Меттемерск» идет на юг от восточного побережья США на Дальний Восток. Ему необходимо оказаться там как можно скорее. Он имеет длину почти 300 метров и ширину 30, и относится к классу «Панамакс». Это самые большие суда, которые может принимать канал. С противоположной стороны к Тихоокеанским шлюзам приближается автомобилевоз «Кентаки Хайвей». Это судно везет машины из Японии на юг Соединенных Штатов. Проводить через канал судно высотой с 10-этажный дом чрезвычайно трудно. Если что-то пойдет не так, может образоваться многокилометровая пробка. Такой сложной задачи работникам канала за последние 15 лет решать не приходилось. На закате они должны заменить 400-тонные ворота Атлантического шлюза высотой с 4-этажный дом. Это работа для плавучего крана «Титана». Но устанавливая ворота, «Титан» целиком заблокирует одну полосу судоходного движения и наполовину сократит транспортный поток. Администрация канала может отвезти для этой работы не больше 4-х часов. Но работники пока не могут заняться воротами. К атлантическим шлюзам приближается Мэттемерск. Судно с контейнерами, установленными в 6 ярусов и 13 рядов. Оно весит 56 тысяч тонн. Это крепкий орешек даже для канала с тройной шлюзовой системой. Чемпиона по подъему тяжестей. Каждая из трех шлюзовых камер протянулась на 300 метров, что равно высоте Эйфелевой башни. Некоторые шлюзы такие глубокие, что в них войдут 6 автотягачей с прицепами, поставленных один на другой. А одна шлюзовая камера может вместить почти 3000 школьных автобусов. Когда эти шлюзы строились, они были самыми большими в мире. Но для современных судов, таких как Мэтте, в них едва хватает места. Расстояние от носа и кормы до ворот шлюза составит всего 5 метров. А от бортов до стенок 60 сантиметров. Это все равно, что втиснуть бегемота в ванну. Самому судну с этим не справиться. Оно может удариться о стенки шлюза и повредить корпус. Или врезаться в ворота и нанести серьезный ущерб. Чтобы провести судно по каналу, нужна команда специалистов и техника. 6 часов утра. Лучшие лоцманы канала встают за штурвал. Водить суда по этому сложному водному пути они могут только после 8-летней подготовки. Добро пожаловать на Панамский канал. Капитан Эрик Кристиансен успешно провел контейнеровоз из Гонконга, преодолев 16 тысяч километров. Но даже самый опытный капитан должен передать здесь управление знатокам. Огромному Мэтте одного лоцмана недостаточно, ему нужны три. Стоя у борта, на мостике и на носу, Лоцманы должны постоянно держать все судно в поле зрения. Рауль Фойет – носовой лоцман. Мы пытаемся завести стальные корабли в бетонные камеры. Это довольно опасно. Пора останавливать судно. Два грибца соединяют судно с направляющей стенкой шлюза. Чтобы подтянуть к ней Мэтте, нужна огромная сила. Для этого есть два мощных тягача. Рядом с судном они кажутся маленькими. Но это очень мощные машины. Каждая из них способна тянуть груз в 35 тонн. Почти 9 внедорожников. Однако Мэтте весит 56 тысяч тонн. Поэтому 8 тягачей с трудом тянут его вперед, не повреждая бортов. От стенок его отделяют сантиметры. Чтобы контролировать скорость судна, носовой лоцман дает указания операторам тягачей ослаблять или натягивать тросы. Я рассчитываю векторы. Примерно так, как это делают в школе. Одну сторону отпускаю, вторую подтягиваю. Наконец, судно входит в шлюзовую камеру. Пора проявить свою мощь шлюзам. На дне открываются сотни клапанов. И из них вырывается вода. 26 миллионов галлонов воды устремляется из верхней части шлюза в нижнюю. Без помощи насосов. Эту могучую силу создает земное притяжение. И это не может не удивлять, учитывая столетний возраст системы. Еще одно усилие. И Мэтте преодолевает первое препятствие. Лоцман на какое-то время может перевести дух. Но в 50 километрах от этого места назревают осложнения. Канал готов принять идущий на север автомобилевоз Кентаке Хайвей. Судно еще более сложное, чем Мэтте Мэрск. Техническое оборудование канала должно работать безупречно. Иначе контроль над судном будет потерян. Допустить происшествие на этой тесной водной магистрали нельзя. Кентаке Хайвей спешит к тихоокеанским шлюзам Панамского канала. Судно должно войти в канал на следующее утро. Оно загружено дорогими, новыми автомобилями. За его проход администрации канала заплачено почти 200 тысяч долларов. И ему уделяется особое внимание. Команда надеется, что благодаря мастерству лоцманов канала ценный груз будет в сохранности. Но Кентаке Хайвей должен доставить этот товар на восточное побережье США не позднее, чем через 72 часа. К счастью, этот автомобилевоз не просто суперсудно. Он обладает отличными скоростными качествами. Поскольку судно перевозит легкий груз, у него небольшая осадка. Следовательно, сопротивление воды меньше, а скорость больше. Но небольшой вес и высота создают две сложности. Менее устойчивым судном труднее управлять, а в плохую погоду оно раскачивается и может перевернуться. Перед рассветом Кентаке Хайвей подходит к тихоокеанским шлюзам. Это такое же сложное дело, как посадка самолета на авианосец. Работники канала и машины на готове. Но в это время судно проявляет свой строптивый характер. Техника канала не может с ним справиться. Оно ударяется о стенку и металл встречается с бетоном. К счастью, судно не получает серьезных повреждений. Столкновение не должно задерживать лоцманов. За ними выстроилась очередь кораблей. Лоцманам надо быстро провести Кентаке Хайвей через узкий шлюз. Судно должно пройти через три шлюзовые камеры. Первая находится на уровне моря. А канал поднят над уровнем моря на 25 метров. Когда встает солнце, шлюз заполняется водой, поднимающей тяжелый автомобиль и ВОЗ. Судно за 8 минут поднимается на высоту трехэтажного дома. Когда уровни воды выравниваются, передние ворота открываются, и Кентаке Хайвей движется вперед. Процесс повторяется. Два шлюза пройдены. Остался еще один. В это время очередную сложную задачу приходится решать у атлантических шлюзов. Все готово к установке 400-тонных ворот. Без подъемного крана эту работу выполнить невозможно. За дело берется Титан. У плавучего крана высотой с 23-этажный дом плотный график. Обычно установка ворот занимает 10 часов. Этой ночью Титан попытается установить их за 4. За это время по каналу могли бы пройти 6 судов. Эта задержка будет стоить администрации канала более 300 тысяч долларов. Это непростая операция. Титан должен закрепить ворота в двух местах. Под водой, где ворота поворачиваются. И над водой. На узкой петле. Размеры ворот огромны. Они имеют высоту 6-этажного дома и вес трех Боингов 747. Прежде чем Титан начнет двигаться по поверхности воды, водолазы убедятся в том, все ли готово под водой. Ныряет старший водолаз. За ним следует его помощница. Автоматическая подводная камера. Другие водолазы наблюдают сверху, как старший водолаз осматривает стенку шлюза. Она должна быть в идеальном состоянии, чтобы ворота закрывались герметично. Теперь на самое дно, чтобы убедиться, что подводный шарнир чист. Камни и мусор могут помешать установке. Все в порядке. На сегодня водолазы работу закончили. Но камеру на всякий случай держат под рукой. В 80 километрах отсюда на Тихоокеанской стороне канала Кентаке Хайуэй готовится выходить из последней шлюзовой камеры. Тягачи уже не могут везти судно. Риск столкновения в этом тесном пространстве очень велик. Когда лоцман берет управление на себя, он и капитан понимают, что они столкнулись с серьезной проблемой. Соседнее судно начинает движение вместе с ними. Расстояние между ними очень маленькое. Течение тянет их назад. Если они столкнутся, в корпусе Кентаке может образоваться пробоина и судно затонет. Вы видите, что суда вымещают такое количество воды, которым можно заполнить 12 олимпийских плавательных бассейнов. Когда суда ускоряются, вода устремляется вслед за ними и создает обратную тягу, которая поначалу может пересилить работающие двигатели. Но с второго судна приближается к корме Кентаке Хайвэй. Кентаке Хайвэй зажат между приближающимся судном и кораблями, стоящими на якоря. Более того, буксиры ничем не могут помочь в этой ситуации. Второе судно пытается сбавить ход, но его нос еще больше разворачивается в направлении Кентаке. Плотсман Кентаке дает указание резко прибавить ходу. Теперь всем остается лишь ждать и надеяться. Встал он, встал. Встал он, встал. В Панамском канале есть только одно место, где корабли движутся навстречу друг другу. Озеро Гатун. И контейнеровоз Неттумерск только что вошел в него. Это единственное место достаточно широкое для двустороннего движения. Озеро большое, и работники канала могут поддерживать безопасную глубину лишь на маленьком участке. Здесь приходится делать резкие повороты, поэтому суда часто едва не сталкиваются. Правая руля 20. При рекордном количестве контейнеровозов в озере важность безупречного судовождения становится все более очевидной. Большое значение имеет видимость. А сегодня идет дождь. В Панаме сезон дождей продолжается 8 месяцев. Ливни приносят с собой густой туман. Настоящий кошмар для лоцманов. В любой день может случиться что угодно. В Панаме очень трудно делать прогноз погоды. Есть еще одна сложность. Видимость лоцмана ограничена. Мэтте такой длинный высокий, что лоцман видит перед собой только само судно. В озере лоцман ориентируется по буям. Обычно видно 8 буев. Но из-за дождя он видит только 3. «Три». Когда не видно буйок, мы оказываемся в сложном положении. Трудно определить, где находишься, даже имея радары. Бывает страшновато. Лоцманы Панамского канала имеют высокотехнологические технические средства. портативные компьютеры с морской базой данных, подключенные к системе спутниковой навигации GPS. Они указывают лоцману, в каком месте канала находятся его судно и другие суда. И сейчас оборудование подсказывает ему, что прямо по курсу какой-то корабль. в другом месте команда никогда бы не провела свое судно так близко от другого. Риск столкновения был бы слишком велик. Суда быстро сближаются, и лоцман должен мгновенно принимать решение. Мы должны слушать радиосообщения, чтобы знать, что происходит впереди. Ухудшается или улучшается видимость, меняется ли обстановка. Должны постоянно слушать радио, чтобы знать прогноз погоды. Так держать. Какой курс? 1,2,6. 1,2,8. Он не знает, когда может грянуть беда. Эти два контейнеровоза встречаются в самом опасном месте. На крутом повороте. Прямо роль. лоцман увеличивает скорость МТ, чтобы судном было легче управлять и чтобы быстрее пройти поворот. Я стараюсь держаться от него подальше, стараюсь не подходить близко к буям и к нему и держаться посередине. Все напряженно смотрят вперед. Перед каждым лоцманом большая мертвая зона. лоцман МТ видит встречное судно только когда оно оказывается в нескольких десятках метрах от него. Это как если бы два автофургона разминулись на расстоянии метра. Но им это удается. Команда не успевает с облегчением вздохнуть, как дождь усиливается. Я сказал, что в озере Гатун плохая видимость. Прием. При нулевой видимости суда должны быть остановлены. Навигация невозможна даже с GPS. Прождать улучшение погоды можно всю ночь. Из-за дождя Мэттемерск уже доставляет свой груз с опозданием. Администрация канала не может допустить еще одной задержки. За Мэттем платят большие деньги. Администрация обещала провести судно по каналу до конца дня. Лоцман связывается по радио с судном, идущим впереди в надежде услышать хорошие новости. Обстановка там ухудшается или улучшается? По-моему ухудшается. У Сан Пабло было лучше. Но похоже на востоке небо проясняется. Понял вас. Здесь погода как будто улучшается, но вы сказали, что у вас ухудшается. Они приближаются к самому узкому, самому сложному участку канала. Лоцманы должны надеяться на лучшее и готовятся к худшему. Участок Панамского канала между озером Гатун и Тихоокеанскими шлюзами называется Кулебрской выемкой. Навалец страк даже на опытных мореходов. Это очень узкая, петляющая полоска воды с крутыми поворотами. Дно и берега здесь каменные. Одно неверное движение и можно повредить корпус. Именно это и произошло в 2001 году с этим сухогрузом. Он распорол днище, в трюм клынула вода и судно частично затонуло. Кулебрская выемка проходит через континентальный водораздел над двумя тектоническими плитами. Постоянная геологическая активность создала крайне нестабильный скальный грудь. В результате в выемку ежегодно обрушиваются сотни миллионов тонн почвы. Поддерживать глубину русла можно только с помощью самых больших в мире ковшей. Познакомьтесь с двумя монстрами. Бару одна из самых новых и мощных буровых барж на планете. И Кристенсен самый большой в мире одноковшевый землечерпальный снаряд. Вместе эти дноуглубительные машины переместили грунта больше, чем это сделали рабочие при строительстве всего канала. И сейчас их задача сделать канал больше и лучше. их цель подготовить канал к приему нового поколения супер кораблей. Такие контейнеровозы, как Саванна Экспресс на 30 метров длиннее и на 9 метров шире, чем Метамерск. Корабли становятся все больше. Все больше заказывают судов типа Пост-Панамакс и даже крупнее, которые слишком велики для канала. Сейчас их строят. Если мы не будем соответствовать новым требованиям, нас обойдут другие. Панама уже теряет клиентов, которые предпочитают Суэцкий канал, второй кратчайший путь между Азией и восточным побережьем США. Этот путь немного длиннее, но Суэцкий канал больше и по некоторым подсчетам дешевле. Администрация Панамского канала раскрыла свои самые смелые планы со времени окончания строительства этой водной магистрали. Это проект расширения стоимостью 5 миллиардов долларов. Самая впечатляющая его часть? Третья система шлюзов, которые вместят в себя вдвое больше воды и будут на 120 метров длиннее. Расширение увеличит пропускную способность канала в два раза. Кулебрскую выемку также необходимо расширить как для будущих кораблей, так и для сегодняшних судов-великанов. Это трехэтапный план. Во-первых, нужно выпрямить берега. Во-вторых, углубить дно. В-третьих, расширить фарватер. Выпрямить не проблема. Команда взрывников обрезает выступающий берег с помощью взрывчатки. Но часть этой земли лежит на скальном грунте. поэтому для выполнения второго этапа плана нужна звезда канала Бару. Это высокотехнологичная бурильная баржа, возраст которой всего три месяца. Гордость панамского канала. Ее палуба имеет размеры двух баскетбольных площадок. Система поднимается на высоту десятиэтажного дома, а мощные буры способны проникать дно на глубину 20 метров. Задача Бару заложить взрывчатку на глубине 13,5 метров и взорвать ее. Количество гигантских кораблей неуклонно растет, и администрация канала рассчитывает на то, что Бару расчистит им путь. Пора приступать к работе. Буры опускают воду на дно. Металл против камня. Буры уходят в дно еще на 9 метров. Пора пускать вход в взрывчатку. В каждой из этих желтых упаковок 3,2 кг взрывчатого вещества. В шурф необходимо опустить 64 кг взрывчатки. Прикрепляют детонационный шнур, и заряд отправляется под воду. Места установки зарядов помечают кусками пенопласта. Для сегодняшнего мощного взрыва пробурено 40 подводных шурфов, в которые заложено 1588 килограммов взрывчатки. Пора отходить в сторону. У команды Бару и всех, кто находится в этом районе, есть 5 минут на то, чтобы отойти подальше. Взрыв необходимо произвести в промежутке между проходами судов. Если лодка будет находиться ближе, чем 600 метров от места взрыва, в нее могут угодить каменные обломки. 3,2,1 разрушено 2,5 тысячи кубометров каменного дна. И, наконец, третий этап расширения. Работники канала задействуют напарника Бару Кристенсона. Это похоже на динозавра машина весом 4200 тонн. Самый большой в мире одноковшевый землечерпальный снаряд. Его мощный ковш поднимает груз, равный весу 8 школьных автобусов. Он углубляет канал, работая 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Такого здесь не видели за последние 100 лет. Его капитан Пит Марота. Если мы перестанем углублять дно, через пару лет здесь будет слишком мелко для таких больших кораблей, которые мы пропускаем сегодня. Илогрунт не проблема для огромной пасти Кристенсена. Но кое-что не может проглотить даже она. Часто после взрывов, произведенных с помощью Бару, образуются глыбы, которые не помещаются в ковше Кристенсена. Если эти камни оставить в канале, они могут повредить корпус судна. Рабочим приходится их взрывать. И эта работа им явно нравится. Ковш крепко удерживает глыбу. Рабочие высверливают в центре камня углубления. Бригадир неспеша вставляет в него три упаковки взрывчатки и осторожно заталкивает внутрь. Камень опускают в воду. Каменная глыба разбита на части. Кулебрская выемка готова принять Кентаки Хайвей. Но находящиеся у тихоокеанских шлюзов Кентаки Хайвей не готов войти в кулебрскую выемку. Контейнеровоз идет курсом на столкновение с другим судном. Лоцман Кентаки пытается вырваться вперед и связывается с лоцманом соседнего судна. Почему ты не сообщил, что догоняешь меня? Я не догонял тебя. Я шел очень медленно. Если хочешь, я могу остановиться. Я остановлюсь, не беспокойся. Соседнее судно останавливается. Угруза столкновения с ним Кентаки миновала. Но опасность была близка. лоцманом в панамском канале в озере Гатун по-прежнему идет дождь. Он значительно ухудшает видимость. Контейнеровоз Метамерск находится в самом центре непогоды. Первый лоцман работает восемь напряженных часов. Он должен передать управление судном последнему лоцману. GPS показывает, что перед тем, как Метта войдет в выемку, его курс должен пересечься с курсом еще одного контейнеровоза. 1.05. Лоцман уверенно обходит встречное судно. Метте наконец проходит озеро Гатун. Впереди Кулебрская выемка. Но из-за плохой погоды судно выбивается из графика. Даже если все пройдет гладко, оно может остаться в канале на всю ночь. Он не может идти полным ходом вперед. С противоположной стороны в Кулебрскую выемку входит Кентаки Хайвей. За его быстрый проход по каналу заплатили большие деньги. Но в Кулебрской выемке этим автомобилевозом управлять труднее, чем в шлюзе. На крутых поворотах носовая часть остается устойчивой, но корма раскачивается и кренится. Кентаки проходит первый трудный поворот. Постоянно волнуешься. надо глядеть в оба. Особенно, когда это автомобили ввоз. Хавьер де Орбегоза 16 лет работает здесь лоцманом. От его указаний зависит успешный проход судна по каналу. За мостом судно сильно накореняется. но лоцман не оборачивается. Он должен смотреть вперед и вести корму судна, полагаясь на чутье. Кентаки Хайуэй успешно проходит первый поворот. И еще три. В конце выемки их ждет последнее испытание. Проход всего в 45 метрах от двух гигантских плавучих машин. Судно благополучно проходит мимо них. Выемка заканчивается и начинается озеро. Но этому судну предстоит пройти еще половину канала, а солнце быстро клонится к закату. Могучий плавучий кран «Титан» входит в атлантический шлюз канала. Кран доставляет в шлюз обновленные ворота, которые нужно установить на прежнее место. Команда «Титана» снова ведет гонку со временем. Этот участок надо освободить до полуночи, чтобы не допустить дорогостоящие запишки движения. Но спешка недопустима. Каждое движение должно быть точным. Одна ошибка, и ворота могут сломаться во время прохода судна, что приведет к остановке судоходного движения. пора приступать к первому этапу. Спуск у ворот. Второй этап. «Титан» должен подвести ворота к нижнему шарниру. Мощная гидравлика «Титана» двигает ворота вперед. Чтобы обеспечить успешную установку ворот, бригадир мог задействовать подводные камеры. Но интуиция подсказала ему, что «Титан» все сделает с первой попытки. Они переходят к третьему этапу, к установке ворот на верхнюю опору. кран должен подводить ворота совершенно ровно, чтобы они встали точно на место. Допустимая погрешность пять тысячных дюйма. Как выровнять такой огромный предмет? Это пробовали делать с помощью GPS, лазера и других современных игрушек. Какой инструмент оказался самым надежным? Хотите верьте, хотите нет, двухдолларовый уровень. Бригадир проверяет положение ворот. Кажется, все в порядке. Он передает на «Титан», что можно начинать. Первая попытка. не совсем так. Бригадир считает, что «Титан» может установить ворота на место и связывается с ним еще раз. Внезапно он дает указание «Титану» остановиться. ворота, который перемещал кран, едва скользнули по стенке шлюза. Но этого оказалось достаточно, чтобы раскрошить бетон. Рабочие спрашивают, все ли в порядке с воротами и можно ли начинать работать. К счастью, водолаз на готове. Пора пускать в дело подводную камеру. Она опускается на дно и показывает, что «Титан» все сделал правильно. Ворота встали на место. Но есть и плохая новость. Легкое касание обрушило часть стены. Там, где должны стоять ворота, лежит кусок бетона. Бригадиру пока не до этого. Он должен думать об установке ворот. Он расстроен. Работа, рассчитанная на 30 минут, займет вдвое больше времени. И ворота еще не заняли свое место. Бригада чувствует напряжение, корабли быстро приближаются. Говорят, «Титан» еще не сталкивался с такими сложностями при установке ворот. Операция затягивается. Если «Титан» не установит ворота вовремя, последствия задержки будут ощущаться в двух океанах. В Панамском канале в районе Кулебрской выемки экипаж судна «Мэттемерск» ждет приятный сюрприз. Дождь наконец закончился. Но из-за непогоды контейнеровоз отстает от графика. И Лосман не может увеличить скорость. Здесь она не должна превышать 14 километров в час. Он осторожно поворачивает, не забывая о каменистом дне, которое может повредить корпус судна. Но две огромные машины поработали неплохо. «Нэте» идет вперед, не получив ни одной царапины. «Метемерск» достиг моста столетия. Это значит, что судно преодолело кулебрскую выемку. Впереди тихоокеанские шлюзы. Но солнце садится. Пытаться пройти шлюзы в темноте опасно. Администрация канала решает, что судно необходимо провести через канал. Его ждут в портах разных стран мира. у атлантических шлюзов канала стемнело. А команда «Титана» пытается установить тяжелые ворота. Четыре часа определенные им на работу уже прошли. Суда подойдут с минуты на минуту. От этих людей зависят, пойдут или нет этой ночью корабли по каналу. Кран высотой с 23-этажный дом должен совместить отверстия шарнира, в которые вставят шток. Это сложная задача. Совместив отверстия, их необходимо удерживать в этом положении. Легкое покачивание. Шток входит в отверстие. Часть дела сделана. Сложность в том, что надо совместить меловые отметки, а расстояние между ними 7,5 сантиметров. Рабочие должны вращать 226-килограммовый шток. Задача не из легких, но им это удается. Шток встает на место. За дело берутся сварщики. Позади 4,5 часа тяжелой работы. 400-тонные ворота установлены. Теперь надо проверить, будут ли они стоять без поддержки. Клешня титана разжимается. Это успех. Ворота надежно стоят на месте. Но вот вопрос на миллион долларов. Работают ли они? Вне всякого сомнения. Мощные ворота захватывают кусок бетона и раздав и раздавливают его. Этой ночью воротам ничто не может помешать. Титан уходит. Он сделал свое дело. Кентаке хайвей входит в атлантические шлюзы без единой царапины. Еще два шага вниз. Последние ворота. И судно снова оказавшись в открытом океане пойдет к месту назначения. Канал сэкономил ему четыре недели пути. МТ выходит из тихоокеанских шлюзов, давая работникам канала повод отпраздновать большую победу. Команда супермашин пропустили через канал вдвое больше контейнеровозов, чем обычно. Это рекорд. Три очередные благополучно завершившиеся истории. Канал, построенный в 19 веке, трудится, не зная отдыха, чтобы соответствовать требованиям 21 века. Завтра в него войдет новая флотилия суперкораблей. Люди и могучие машины, работающие на канале, будут готовы их встретить и будут их ждать. Редактор субтитров Корректор А.